Для того, чтобы создать все необходимые условия для развития действительно комфортности проживания в нашем городе, для всех жителей, которые к нам приезжают, безусловно, нам требуется серьезный финансовый ресурс. Без исключения, все эти проблемы, они находятся на поверхности, часто обсуждаются не только общественностью, но и федеральными службами надзора, которые есть. Есть серьезные транспортные проблемы, конечно же, социальные аспекты, они тоже на сегодняшний день актуальны. Для того, чтобы все эти вопросы можно было решить, потому что в течение 4,5 лет, которыми я занимался руководством города, и мои обращения на федеральный уровень, они не дали полноты того результата, который, я считаю, мог бы добиться в полной мере. В связи с этим, хотел бы спросить у вас разрешение попробовать свои силы на выборах в Государственную Думу федерального собрания. Я уверен, что у меня получится как раз со знанием всех проблем и всех задач, которые на сегодняшний день стоят перед городом-миллионником, а именно целей, которые нам необходимо решить, привлечением сюда именно федерального серьезного ресурса, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему роста нашего муниципалитета, попросил бы вас дать мне возможность попробовать силы на этих выборах в Государственную Думу. Вы правильно обозначили проблемы сегодняшнего Краснодара, краевой столицы. Вы профессиональный управленец, профессиональный управленец, который очень глубоко погрузился в проблемы. В целом, Краснодара, безусловно, проблемы людей. Это, конечно. Есть несостыковки в законодательстве, есть неурегулированность каких-либо моментов в градостроительстве в целом. И абсолютно вы правы, чтобы решить проблемы, наверное, горожан, в первую очередь, конечно, нужны серьезные деньги. И здесь я с вами не могу не согласиться, что для этого мы должны попадать в федеральные программы, в том числе и программы, которые будут способствовать насыщению Краснодара, в первую очередь, теми ресурсами, финансовыми ресурсами, которые позволят качественно улучшить жизнь краснодарцев. Я соглашусь с вами, что на том уровне, имея такой огромный опыт профессионального управления городом, зная проблемы полностью Краснодара, да, в целом муниципального образования, в целом муниципальных образований, я уверен, что вы сможете вот те недоработки, которые сегодня есть и в рамках, может быть, законодательства, и в рамках программ федеральных, куда могут попадать Краснодар. Если вы станете депутатом Государственной Думы, я думаю, что эту ситуацию вы в корне исправите. Я уверен, что вы всегда останетесь с Краснодаром, вы будете всегда влиять на жизнь в Краснодаре. Вы сможете максимально принимать активное участие в его развитии. Я уверен, что вот здесь силы ваши, они только удвоятся, либо утроятся, чтобы сделать нашу с вами краевую столицу еще красивее, еще лучше, еще комфортнее для жизни. В том числе убрать те проблемы, с которыми вы активно 4,5 года боролись. Ну, я думаю, что если получится избраться, я уверен, что у вас получится, вас любят краснодарцы, вы сможете эти проблемы решить. Вы сделали очень серьезные, фундаментальные шаги для комфортного развития краевую столицу. В данном случае я имею в виду генеральный план Краснодара. Это ваша заслуга. Генеральный план сегодня такой, который позволяет нам говорить о том, что Краснодар должен развиваться комфортно. Но очень важно теперь реализовать этот генеральный план. И вот здесь, конечно, и есть вот те несостыковки, о которых вы мне сейчас говорили, в законодательстве в целом, которые, наверное, нам не позволят, скорее всего, если их не исправить, реализовать качественный генеральный план. Поэтому, безусловно, это стратегически сегодня ваша будет задача, вот эти все несостыковки убрать. Убрать. Ну, естественно, вам напрямую контролировать, как будет реализовываться на практике генеральный план Краснодара. То есть вам еще очень много-много нужно будет трудиться, работать на благо и краснодара, и краснодарцев. Спасибо.